добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг и меня зовут игорь сегодня мы с вами рассмотрим бмв x7 в комплектации м спорт про машина у нас 40d действительно хороший автомобиль который понравился очень многим а прежде чем начнем я хочу вам напомнить что мы являемся большой компанией в которой имеется автосалон тюнинг центр и наши сервисы по ремонту автомобиля поэтому полный комплекс услуг мы можем оказать внутри нашей компании и теперь давайте перейдем к отбору итак начинаем с передней части автомобиля что мы здесь видим так как это комплектация м спорт прок я уже говорил у нас здесь измененный передний бампер который как мне кажется имеет очень хорошую форму безумно классно он смотрится вот эти вот боковые грани как они заходят очень хорошо контрастирует с черным глянцем с этими же элероновыми боковыми безумно хорошо это выглядит в отличие от стандартной версии их 7 на машине установлены лазерные фары это самый лучший вариант который может быть на этих моделях и в принципе на сегодняшний день они у нас понимают дорожную обстановку могут включать авто дальний свет отделять его от автомобилей которые идут спереди в общем самый продвинутый вариант который может устанавливаться на эти машины стоит именно здесь еще одна интересная деталью которая на первый взгляд не так сильно заметно является то что у нас решетка радиатора окрашена не просто в черный глянец а это темный хром то есть по сути тот же черный цвет но он я думаю раза в три в четыре гораздо более сильно контрастирует прям выделяется блестит как ну тут самый настоящий хрон только собственно в черном цвете тут же мы видим камеру переднюю которая у нас относится к круглому обзору все-таки автомобиль у нас не маленький это прям обязательная функция как я всегда говорю для автомобилей такого типа и раз уж мы говорим про переднюю часть еще хочу сказать что у нас здесь оклеена машина в полиуретан то есть капот бампер передние фары передние крылья стойки лоба стойка над лобовым стеклом полоса крышки зеркал в общем все что у нас встречается автомобилю по пути то есть какие-то камушки мелкие пескоструй мелкие дтп все это заклеено и защищено в прозрачный полиуретана сделано кстати это было в нашем тюнинг-центре то есть автомобиль был куплен под клиента и чтобы он не тратил свое время лишнее мы собственно уже сразу сделали те услуги которые ему необходимы которые нужны машинам такого класса обходим автомобиль сбоку и что мы видим это 22 колеса достаточно большие оригинальные диски бмв легкосплавные которые у нас еще и разные широкие то есть на задней оси установлены более широкие колеса и собственно резина что нам уменьшает разгонную динамику и прибавляет стабильности к управляемости до данной машины потому что машина опять же у нас повторюсь большая и достаточно нелегкая очень тяжелая за ними находится тормозная система тоже это нестандартные тормоза бмв это m-performance у нас уже есть более красивый суппорт увеличенный тормозной диск и сам суппорт у нас более производительный то есть опять же этот вес нужно очень хорошо останавливать о чем как раз таки и позаботились на заводе изготовителя в этой комплектации автомобиля в порогах стоят у нас подсветки слева и справа то есть при открытии двери в ночное время суток будет видны линии те самые как на многих бмв устанавливаются в зеркалах также имеются камеры кругового обзора еще раз говорю что машина не маленькая это нужно здесь и в самом зеркальном элементе у нас есть еще и проекция индикация слепых зон если вдруг сзади машины к это подъезжает то сразу здесь показывается индикация и вы понимаете что слепой зоне находится автомобиль что у нас предотвращает дтп на дороге сверху автомобиля мы видим черные рейлинги глянцевые кредит у нас весь автомобиль белый выполнен и shadow line то есть он очень хорошо контрастирует с этими черными элементами это я думаю идеально смотрится на этой машине на дверях у нас установлены бесключевой доступ на всех ручках как спереди так и сзади и в них же еще есть доводчики без этой функции стараются уже немножко грустно но если что в нашем тюнинг-центре можно установить до доводчики на любой абсолютно автомобиль задней части автомобиля мы видим тот самый темный хром который у нас сделан на молдинге который проходит от левой до правой части тоже очень хорошо это все выглядит сочетается со всем автомобилем и снизу видим измененные насадки выхлопа которые по стилистике подходят собственно машине эти острые рубленые формы в стиле бмв то есть все узнаваемо и прибавляет нам немножечко спорта то есть все таки это 40d версия автомобиль достаточно быстрый в своем классе понятное дело и эти элементы нам показывают что это не просто обычный автомобиль в багажнике достаточно большое количество места чтобы перевести все что вам необходимо и так как автомобиль у нас имеет три ряда сидений то сюда поместится до семи человек то есть большой компании можно уехать далеко автомобиль для этого предназначен и еще можно опустить второй ряд сидений вперед чтобы у вас освободилось еще больше места то есть представьте при длине автомобиля я думаю абсолютно любой груз который вы будете привозить по месяца в этот огромный салон справа у нас имеется еще и прикуриватель для подзарядки устройств которые вы перевозите с собой и место под шторку которая у нас находится в подполе то есть достаем отсюда ставим и весь груз который у вас находится в багажнике он никогда не улетит в салон еще раз повторяю что это элемент пассивной безопасности это шторка она нужна в каждом автомобиле такого плана перемещаемся в салон и первое что мы видим это отделка из очень красивой кожи коричневого цвета по нижней части автомобиля и черная кожа у нас идет по верхней части то есть парфриз верхней части кар дверей а потолок у нас отделан в алькантару то есть плане материалов салона здесь выполнено все абсолютно шикарно роскошное так как нужно в таких машинах еще у нас здесь также есть вставки под дерево под глянцевым лаком на центральной консоли и на парфризе по всей ширине собственно консоли автомобиля тут установлен м-руль который отделан также полностью из кожи с центральной части у нас из кожи сделано со строчкой серого цвета очень строго это все выглядит не выделяется и безумно хорошо смотрится в этой машине лепестки за ним также имеются за рулем плюс-минус для переключения передач стандартное управление слева у нас идет круиз-контролем и справа управление магнитолой и голосовым доступом посередине очень стильно выполнена кнопка подогрева руля которая здесь тоже имеется за самим рулем у нас находится электронная приборная панель в которой имеется навигация посередине и все необходимы приборы для того чтобы вы понимали что происходит на данный момент с автомобилем а если мы посмотрим чуть выше на лобовое стекло у нас есть еще и проекция то есть не нужно отвлекаться от дороги смотрите прямо на дорогу и у вас уже понятно что какая скорость на автомобиле сейчас у нас имеется и еще благодаря радаром и датчиком машина сканирует данные ограничения на конкретной на конкретном участке дороги и показывает вам на этой же проекции ограничения и различные знаки например обгон запрещен и так далее по центру салона установлена большая мультимедиа система в которой тоже есть навигация дублирующая карплей android auto абсолютно все настройки автомобиля то есть стандартно как я думаю на всех бмв все здесь выполнено под ней находится блок управления климат-контролем который здесь 4 зоны тоже стандартный бмв с маленьким экранчиком отдельный который предназначен только для климат-контроля собственно это очень удобно и чуть ниже мы передвигаемся у нас сдвижная панель тоже которая сделана краски в отделке под дерево и внутри в этом кармашке у нас слева находится зарядка под телефон беспроводная справа небольшой отсек под различные аксессуары и мелочи два подстаканника и разъем usb для зарядки дополнительных устройств стандартный usb 2.0 не тайп си и снизу у нас еще есть дополнительный прикуриватель то есть это у нас здесь стоит заглушка но если необходимо можете вставить либо прикуриватель либо зарядку в сам собственно этот же разъем хрустальная ручка кпп максимальная которая может быть в бмв выглядит безумно красиво внутри у нас красуется логотип x и на ощупь это очень приятно справа также ручка шайба управления мультимедиа системой тоже она у нас имеет себе кристаллы и вокруг всего этого находятся органы управления автомобилем то есть это выбор режимов езды спорт комфорт и копро индивидуальные так далее управление управление пневмоподвеской и управление мультимедиа собственно самой системой смотрим что у нас имеется в подлокотнике тоже большой достаточно отсек в котором еще и находится usb type-c разъем для зарядки устройств которые вы будете перевозить с собой сиденье установлены здесь самые максимальные это вентиляция подогрева ломающаяся спинка боковые подкачки подкачки поясничной зоны массаж в общем абсолютно все что можно было засунуть на сегодняшний день в эти сиденья здесь имеется самый максимальный вариант который может предложить бмв я думаю это лучшие сиденья которые в принципе существуют на данный день в любых автомобилях потому что ломающаяся спинка как многие знают это безумно удобная функция это что нужно для далекой дороги чтобы вы не уставали за рулем данного автомобиля в качестве музыкальной системы здесь используется музыка harman kardon очень сочное и громкое звучание на заднем ряду несмотря на то что машина у нас трехрядная достаточно много места то есть я сижу колени у меня в сидушку не упираются настроил сейчас так чтобы сзади у нас оставалось место для пассажиров а спереди собственно вот я сидел только что то есть как бы можно сидеть на дальнюю дорогу я думаю вполне достаточно будет такой посадки и плюс в том что еще можно двигать второй ряд сидений взад-вперед и спинки сидений можно еще откинуть назад для более комфортной посадки из удобства она здесь имеется во первых самих сиденьях передних установлен usb type-c разъем для зарядки устройств либо для подключения экранов для них здесь тоже разъем уже сразу имеется то есть сюда же вы вставляете type-c выход и устройство питается уже заряжается можете смотреть фильмы сериалы можно установить кстати различные устройства либо оригинальные бмв экрана либо опять же в нашем тюнинг-центре можно до установить экрана на андроиде я думаю это будет гораздо удобнее потому что в них уже можно установить абсолютно любое приложение тот же youtube различные браузеры и так далее и смотреть все что вам необходимо также как вы это делаете на своем телефоне на дверной карте мы видим большое количество кнопок на которых можно управлять шторками то есть опустить поднять их как левую такую правую с одного сиденья шторку панорамной крыши который идет здесь до самого заднего ряда задвинуть и заднее окно третьего ряда на на котором мы можем тоже на крыше сдвинуть шторку чтобы пассажиры третьего ряда у нас любовались солнечным небом далее имеется подлокотник с двумя подстаканниками под ваши напитки и стандартная ниша под различные аксессуары мелочь которую можно сложить сюда гораздо удобнее чем это делается если бы вы складывали это просто на сиденье также на центральной консоли у нас имеется управление климат-контролем повторюсь на 4 зоны то есть можете настроить на заднем ряду под себя то что вам необходимо еще одна полочка под очки либо под другие аксессуары снизу у нас имеется два трипси разъема для зарядки устройств и еще один прикуриватель третий ряд на этой машине достаточно такой условно то есть я думаю больше подойдет для детей либо если постараться можно второй ряд двинуть чуть вперед и достаточно высокий взрослый человек сможет здесь уже сесть на третьем ряду из удобством у нас имеется подстаканники и еще дополнительные зарядки для ваших устройств под капотом у нас установлен 3 литровый дизель мощностью 350 лошадиных сил и очень интересной деталью является то что у нас мотор стоит достаточно низко то есть у нас не завышается центр тяжести и при этом автомобиль сохраняет при таких размерах и массе сохраняет очень хорошую управляемость это тоже такая мелочь которую в принципе незаметно который находится под капотом и многие могут это упустить но при этом тоже инженеры думают не зря же это все-таки бмв и просчитывают на будущее хорошую управляемость машины таких габаритов данный автомобиль был пригнан из германии специально под нашего клиента с пробегом 23 тысячи километров сделали мы это максимально короткие строки чтобы он оказался здесь в нашем автосалоне в городе краснодар еще раз хочу напомнить что автосалон у нас имеется в городе москва ставрополь и краснодар поэтому обязательно заказывайте автомобили о которых вы давно мечтали привезем из любой точки планеты куда вам необходимо в самые короткие сроки и обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить дальнейшие видео а